Полезный город Итак, 2020 год. Как оцениваете, что получилось, а что нет? В том числе 970 рублей в реконструкцию, из них 530 миллионов рублей в рамках консессионного соглашения и 655 миллионов рублей в ремонты. То есть существенно лучше подготовили город к отопительному сезону. Каким результатом привел первый год реализации консессионного соглашения, если мы говорим уже не о цифрах, а об ощущениях, что называется? Внутренние ощущения достаточно позитивные. Мы видим, что количество дефектов, которые мы выявляем в процессе прохождения отопительного сезона сократилось. И каких-то нештатных ситуаций, правда, было меньше, чем в 2019 году и существенно меньше, чем в 2018 году. В первую очередь мы, наверное, должны говорить вот как раз про количество дефектов. И давайте к цифрам перейдем. Если у нас в 2018 году было порядка 5000 дефектов в целом на тепловой сети, то в 2020 году всего было зафиксировано порядка 3290 дефектов. То есть в полтора раза меньше? Да, да. По моим ощущениям, мы прошли отопительный сезон практически без каких-либо серьезных сбоев. То есть все вообще было штатно? Не было каких-то таких прям критических ситуаций? Точно сказать о том, что совсем критичных ситуаций не было нельзя. Были и ночные, и неплановые работы. Но наши бригады отработали своевременно. Перерывы теплоснабжения, более чем предусмотрены действующим законодательством, не было допущено. Надо еще учитывать, что год-то был непростым. И все вот те ограничения ковидные, которые распространяются на всех жителей города Кирова и всей страны, они в энергетике соблюдаются просто беспрецедентно. Если кто-то замечал, сотрудники Т-плюс, они в масках всегда, и в магазинах, и в каких-то местах массового пребывания людей. А уж на работе это вообще догма, что все работают в масках, и не только маски. И вот эти ограничения, конечно, тоже сказывались с точки зрения усложнения задач. Но, как Сергей Александрович правильно сказал, все задачи, которые стояли для подготовки и бесперебойного теплоснабжения зимой, они были выполнены. То есть вот эти вот ограничения, они, конечно, усложнили работу, но, тем не менее, люди все-таки свою задачу выполняли. Да, у нас были сложные истории, когда в марте 2020 года, в марте прошлого года... Когда все начиналось. Когда все начиналось, когда закрывались города, мы очень переживали за то, своевременно ли будут поставлены те материалы, которые мы заказали на ремонт тепловых сетей. А ведь действительно предприятия же выходили на удаленку, да, и не работали. Мы очень переживали по комплектации той, тех котельных, которые сделали в прошлом году, а мы сделали и в Коминтерне, и в Вересниках новую котельную построили. Мы правда переживали... В Русском новая практически начинка всего котельных. Мы правда переживали, как отработают наши подрядные организации, будут ли у них массовый уход на больничные персоналы. Но, слава богу, те меры, которые мы предпринимали, дали эффект и сделали все своевременно. Это не затормозило работу непосредственно по реконструкции? Нет, нет. Давайте тогда по планам на этот год, на текущий год. В прошлом году из-за масштабных ремонтов, ну, были, что уж скрывать, были, конечно, недовольства автомобилистов тем, что какие-то дороги были перекрыты. Чего ждать в этом году, к чему готовиться? Давайте заранее предупредим. Да, мы к сезону этого года, к сезону перекладки этого года также готовили заранее. У нас уже на складах тепловых сетей есть необходимый запас трубной продукции. Это как стальные трубы в ППУ-изоляции, так и изопрофлекс. Это трубы, которые пластиковые. Пластиковые трубы, это сшитый полиэтилен в изоляции, который ложится у нас после ЦТП. То есть, все заготовлено. Подрядные организации на сегодняшний момент практически все выбраны. Остаются там единичные закупки, которые сейчас в процессе подведения итогов. И, наверное, мы уже можем сказать о том, что какие работы в этом году будем выполнять точно. Я бы, наверное, не акцентировался на каждом дворе, потому что программа у нас короткая. Я бы крупными мазками прошелся. Допустим, юго-запад примерно 13 километров тепловых сетей будет переложено. Филейка и Лепсия около 8 километров сетей. Дружбы, старый район, там порядка 6 километров сетей мы там переложим. Зональный Нововятск около 5 километров. Костино 4 километра. Центр 3 километра. Ленгасово 1,8 километра. Ну, также нас слушают и в Кирово-Чепецке. 5,5 километра мы в этом году в Чепецке тоже переложим. То есть, вот это крупными мазками, что мы в этом году будем делать. Кроме этого, мы планируем в этом году построить достаточно крупную котельную в Слободе-Сашене. Там два источника теплоснабжения отказались от теплоснабжения этой Слободы. И в этом году у нас предстоит там строительство котельной, строительство тепловых сетей для того, чтобы обеспечить людей бесперебойно теплом. Вот, наверное, пообъектно. В целом, в этом году, в 2021 году, мы планируем инвестировать в тепловые сети 934 миллиона рублей. Сумма достаточно приличная. Но я хотел бы, наверное, сразу сказать о том, что мы в этом году рассматриваем еще вариант дополнительного вложения денежных средств в изоляции воздушных трубопроводов. Зачем это нужно? В городе Кирове для того, чтобы снизить тепловые потери для жителей города и обеспечить нормативный тепловой режим в удаленных микрорайонах. Это мы говорим про трубы, которые идут над поверхностью земли? Да, да. То есть там, где изоляция трубопроводов нарушена, либо она уже не выполняет свои непосредственные функции, здесь будут эти трубопроводы реконструированы путем реконструкции тепловой изоляции. Это также обеспечит нормальный тепловой режим в удаленных микрорайонах. Это еще имеет одну составляющую. Эстетическую? Внешний облик города, конечно, не черные уже там обетшавшие от старости куски изоляции, а современная изоляция... Как она выглядит вообще? Блестящая? Если кто-то ездит по улице Сормовской или по улице Горького в районе Джимола, то видели эту изоляцию. Причем там металл достаточно тонкий, она не интересна охотникам за металлом. Вот поэтому с точки зрения того, чтобы ее там красть, смысла абсолютно нет. И плюсом она как многослойный пирог, она защищает очень хорошо трубы от потерь. От потерь тепла. Да, и по километражу, наверное, по перекладке тепловых сетей, это важно, 35 километров тепловых сетей. Про котельную я уже сказал. И обновляем оборудование планово нескольких ЦТП. То есть это теплообменники, которые уже срок эксплуатации свой отработали и требуют замены. Около 5 километров тепловых сетей будут вновь построены к 15 новым объектам. Город растет, город развивается. И мы вынуждены поспевать за темпами работы строителей. То есть это новые микрорайоны, да? Это будут и точечная застройка, и новые микрорайоны. Здесь для нас еще в этом году важный такой вызов. Мы должны закончить точно строительство магистрали к Филейке. Мы два года подряд работаем над этим проектом. В первый год мы прошли площадь 20-го партиезда. Второй год мы прошли от площади 20-го партиезда до площади Можайского. Проколом прошли железнодорожные пути. Сейчас завершающий этап. Мы должны соединиться с микрорайоном жилым для того, чтобы обеспечить резервное теплоснабжение этого микрорайона. А зачем это? Почему это важно? Смотрите, в прошлом году мы обнаружили о том, что у нас в Юго-Западе две магистрали обеспечивают теплоснабжение этого микрорайона. И мы первую и вторую магистраль, с учетом того, что они находились у обоих магистралей, мы нашли те дефекты, которые надо срочно было устранять. Мы выводили в реконструкцию. Сейчас же мы понимаем, что в текущем году у нас есть реконструкция по улице Правды. И мы хотим закончить строительство новой магистрали чуть раньше, чем будем выводить действующую, единственную магистраль, которая обеспечивает теплом филейку в ремонт. То есть сначала мы построим, потом будем выводить действующую магистраль и ее будем реконструировать. А это нужно для того, чтобы люди не остались без тепла во время работы? Это резервирование, потому что в серьезные морозы, при возникновении дефекта на одной из магистралей, у них нет резервного питания. Мы хотим исключить возможное отключение в отопительном сезоне. Чрезвычайной ситуации избежать. Исключить чрезвычайной ситуации, точно. То есть чтобы была дублирующая веточка и закольцовано было теплоснабжение этого микрорайона, можно было бы ремонтировать без ущерба для жителей. А у нас везде в Кирове есть резервные вот эти вот источники. Не окажется такого, что где-то в каком-то районе вдруг внезапно... Просто я первый раз слышу, что вот настолько там, да, вы планируете грамотно. Есть во многих крупных районах. К сожалению, не каждому дому есть возможность прокладки резерва. Но тем не менее, и тут, наверное, мы должны сказать всем нашим слушателям о том, что в текущем году мы запланировали перекладки, плановые перекладки тепловых сетей тоже правильно, тоже грамотно. И всем подрядным организациям мы прописали в техническом задании резервирование. То есть тот участок тепловой сети, магистральной тепловой сети, который будет выводиться на реконструкцию, он будет временной магистралью запитан для того, чтобы все граждане могли получать ресурс, который они хотят. То есть горячая вода у большинства должна быть. Это по плановым реконструкциям, плановым ремонтам. Будут ли те дефекты, которые возникают и сейчас с кратковременным отключением? Наверное, будут, потому что гидравлические испытания также мы в этом году будем проводить. Что-то будем обнаруживать, что-то будем устранять. Это плановые ремонты. Я думаю, что по плановым ремонтам мы постараемся уложиться в те нормативы, которые предусматриваются государством по отключению горячего водоснабжения. Давайте напомним, сколько они составляют. Сейчас там просто сроки менялись. Нормативно это 2 недели, 14 дней на гидравлические испытания, без учета того, если там какие-то дополнительные еще дефекты. Надо просто напомнить слушателям. У нас же дважды проводятся трижды гидравлические испытания, если участок не прошел их и если есть дефект. То есть может оказаться так, что какая-то серьезная поломка, которая требует большего внимания и большего времени. Если в предыдущие годы у нас накладывались вот эти вот негативные влияния, то есть какое-то время было отключено горячее водоснабжение по гидравлическим испытаниям, после этого или до этого мы перешли на реконструкцию, то срок получался достаточно длительный. Сейчас же мы говорим, по реконструкции отключений не будет, будет резервирование. Могут быть только отключения в связи с устранением дефектов, либо с гидравлическими испытаниями. Так что существенно лучше должно в этом году быть по сравнению с прошлым и даже позапрошлым годом. Не должно повторяться часто случаев, когда люди сидят месяцами, что называется, без горячей воды. Такую задачу мы себе ставим и контролировать наши подрядные организации будем достаточно строго. Сергей Александрович, Вы перечисляли районы, которых коснется реконструкция. Мы можем назвать какие-то конкретные улицы, на которых Вы будете работать, чтобы мы, автомобилисты, готовились, что называется? Я думаю, что... Крупные какие-то магистрали. По-крупному я бы, наверное, сказал, пока начнем с Можайского, площади Можайского. Это точно нам надо туда заходить конец апреля, начало мая. А по остальному, я думаю, что мы вывесим на нашем сайте hotwaterkirov.ru нашу интерактивную карту, и каждый может посмотреть те участки улиц, по которым будет ограничено движение. Сейчас еще не все планы по закрытию движения есть. По части дорог организуем движение по одной полосе, то есть без перекрытия... Реверсивное, так называемое. Да, без перекрытия движения. Но по части будем вынуждены приостановить движение по каким-то участкам. Когда примерно, Олег, появится этот список на сайте? Это действительно ключевая точка, улица Сутырина, площадь Можайского, потому что это въезд с нового моста. Я хочу просто еще обратиться к автомобилистам, проявляйте спокойствие и понимание, потому что это бесперебойное теплоослабжение, филейки. И мы делаем все для того, чтобы это достичь уже в ближайшей зимой. Придется пару месяцев ехать по Дзержинскому в объезд. Я думаю, что это того стоит. Остальные участки, да, они есть. Сейчас просто уточняется еще там... Не все еще окончательно согласовано. По срокам и так далее. То есть карта действительно, она практически уже готова. И я думаю, что как только завершится отопительный сезон, жители Кирова смогут с ней ознакомиться. В этом году у нас будет продолжение реконструкции магистрали под улицей Казанской от уже Спаской до улицы Горбачева. Участок довольно изношен. Мы в прошлом году его немножко подшаманили, подремонтировали. И нынче будет коренная реконструкция уже этого участка. Там еще низкое место в Овраге. Поэтому это важно. То есть Казанская будет перекрыта для движения, да, тут какое-то время? На период реконструкции вот этот участок. Не вся Казанская. Ну вот тот участок, тот участок по Овраге. Далее улица по улице Некрасова под улицей Попова там частично тоже перекрываться движение участками улицы Попова. Далее у нас будет реконструкция под улицей Воровского в районе пересечения с улицей Менделеева. У юго-западного рынка тоже по частям будет сначала одна половинка, потом другая. И улица Карла Маркса в районе улицы Мопра тоже по частям будет перекрываться. Мы там магистраль будем менять. Ну и плюс такие не очень, наверное, крупные участки. Да, это улица Советская от Казанской до Ленина, там не такое интенсивное движение, я думаю, что... А, еще центральный рынок от Южных Бань, от улицы Пролетарской до улицы Милицейской с переходом той и другой улицы. Есть еще не очень значимая, это Костина Нововец-Клингасова, где поток машин бывает небольшой. Я думаю, что граждане это существенно не заметят. Ну и сроки будут на сайте, то есть можно будет на сайте посмотреть, где, с какой датой и до какой даты будут ограничения движения. Мы забыли про улицу Ердякова. Ну там не будет перекрываться, улица Ердякова не будет перекрываться, но это улица, которую мы получили в наследство от другой компании, практически как без хоз. И бедные жители, конечно, вынуждены были ходить там, как, я не знаю, при бомбежке, но мы и сами настолько уже там стали от этой улицы, что в этом году внепланово даже... Решили уже сделать. Да, это теплотрасса, которая в последний момент попала в концессию, будет перекладываться на доброй половине улицы Ердякова. Это вдоль улицы, без ограничения движения. Автомобилистов не коснется. Автомобилистов не коснется. Зато жители порадуются потом. Жители потом будут радоваться, когда не нужно будет снова перепрыгивать через эти раскопки бесконечно. Еще вопрос по поводу раскопок и реконструкций. Года два-три назад, насколько я помню, говорилось о том, что все работы надо согласовывать как-то с дорожниками. Удалось ли наладить с ними такой взаимовыгодный контакт? Я думаю, что мы уже в программе синхронизации идем, наверное, год третий или четвертый. Олег Поправляев. Это мы вспоминаем и старые реконструкции улицы Тимирязева. Когда мы проходили по улице, меняли тепловую сеть, которая находится под улицей после нас, заходили дорожники и делали эту дорогу по федеральной программе. То есть эта история, она была и в прошлом году. Это улицы Юровской проходили практически вдоль этой улицы. Было много у нас объектов синхронизации с дворовыми территориями. Так что... То есть тут проблем уже нет. Да, эта часть, она у нас отлажена. Здесь я каких-либо там сбоев по ней не вижу. Тут у нас двойная история. И дорожники нас подгоняют, и мы подгоняем наших подрядчиков. И уже вот с прошлой недели мы, правда, в городе уже начинаем обсуждать по выдачу разрешений на первостепенные работы, где нам надо стартануть раньше, чтобы закончить своевременно и передать дорожникам участки для работы на дорожном полотне. То есть здесь эта работа, правда, идет. И выстроены. Каких-либо нареканий я, наверное, не скажу. То есть у вас сезон короткий, но у вас-то вообще круглогодичный, а у них ограничено летом, там с апреля по сентябрь, что называется. У нас тоже сезон такой же короткий, и надо успеть очень много. Слава Богу, что мы не в Иркуте, потому что там сезон один месяц. Перекладка идет прям, я не знаю, бедные люди. Хоть в чем-то можно порадоваться, что мы живем в Кирове. Да, возвращаясь все-таки к работам, да, ремонтам прошлого года. После зимы мы делали уже, по-моему, этот эфир, Олега даже привлекали в качестве спикера. После зимы осталось в городе все-таки несколько там точек, неблагоустроенные места проведения работ. Там есть места, где работал ваш подрядчик, компания Экосистем. Да, что сейчас с этими участками и когда будут раскопки завершены и благоустройство полностью выполнено? Вот смотрите, мы проводили совещание в администрацию города Кирова и обсуждали вопрос по выдаче ордеров в рабочем порядке. Компания Экосистем, они получают ордера, получают разрешение. И тогда, когда будет возможно приступать к проведению этих работ, Дирекции дорожного хозяйства мы получим письмо, что можно приступать в связи с погодными условиями, а по правилам внешнего благоустройства работы можно производить, начиная с 15 мая. Дирекция дорожного хозяйства контролирует ситуацию, говорит о том, что там наступили благоприятные погодные условия, что можно проводить реконструкцию дорожного полотна. Мы видим, что по компании Экосистем в конце прошлого года мы добились, чтобы они сделали временное благоустройство. В течение прохождения топ-сезона порядка четырех адресов внешний верхний слой временного благоустройства они поправляли. По нашим требованиям фотоотчеты у нас имеются. Сейчас, конечно, они должны приступить, приступить поочередно, приступить к вскрытию, к послойной трамбовке песка, с укладки щебня, асфальта, с вырубками, с проверками. Эта работа контролируется Дирекцией дорожного хозяйства. Я думаю, что она будет выполнена практически к первому июня. Мы, по крайней мере, так ориентируем нашего подрядчика. А, то есть на две недели, получается, они должны успеть все сделать. Да, сроки сжатые, но, конечно, мы их ориентируем к первому июня, но ждем, как дадут отмашку. То есть хорошо бы, чтобы отмашку дали раньше. Ну, конечно, ждем погоды, тут уже не от нас зависит все. Потому что, если сделаем на сырые грунта, то, конечно, эта история может быть недолговечной. Для нас самое важное, чтобы, если что-то мы делаем, то это делалось качественно, чтобы много лет к этому не подходить. И возвращаться, чтобы к этому вопросу. Если можно, я допомню, просто мы получаем много обращений от жителей города, которые говорят, вы у нас зимой копали, не остановили. И еще раз хочу объяснить, уважаемые кировчане, действительно, дефектов пока еще много на теплосетях. И те раскопки, которые были осенью поздней, зимой, весной, мы о них помним, о каждой раскопке, о каждом дворе. Единственное, что сейчас еще идет просадка грунта. Мы не можем проводить финишные работы по благоустройству. Как только позволят погодные условия, в мае, июне все эти работы будут произведены. Поэтому не переживайте, мы помним о каждой такой раскопке. Они все у нас есть в графике. Эти графики согласованы с теруправлениями по приоритетности. До перерыва 4 минуты мы, наверное, сейчас уже начнем разговор о цифровизации, цифровизации теплосетей. Это вообще такая история, которая, мне кажется, немножко какую-то историю из будущего, что называется. Потому что цифровизация – это такая вещь, про которую мы обычно говорим применительно к каким-то вещам, связанным с нашей журналистской работой. Со связью. Со связью, да, там еще с чем-то. А теплосети и цифровизация, кажется, это как-то немножко разные вообще, далеко друг от друга отстоящие вещи. Что это такое? Смотрите, компания Паута Плюс планирует стать самой технологичной энергетической компанией страны, вложив в развитие цифровизации бизнес-направлений 42 миллиарда рублей. Ну, а если по-простому, то, наверное, ваша рубрика «Полезный город» как раз об этом. Так. Да, потому что мы о чем говорим? Мы говорим о том, что в прошлом году по цифровизации мы проводили активную работу, в том числе и с этим подрядчиком, экосистом, про который мы уже сейчас вспоминали. Мы сделали очень важную работу. Мы поставили на отпайках от магистральной теплосети 173 точки учета. Что мы в каждой точке учета добиваемся? Мы можем отрегулировать отпайку от магистральной тепловой сети. Мы можем задать расход для того, чтобы не было перетопа в ближних зонах к нашим теплоэлектростанциям и недотопа в дальних зонах. И мы уже видим, что, сделав эту работу в прошлом году, мы наладили нормальный тепловой режим в микрорайонах Южный-2, Южный-3, зональный институт, тем самым сократив перетопы на улице, допустим, Некрасова. То есть люди, правда, начали ощущать, что у них не такой кипяток дома, что у них уже комфортная температура по Некрасово, и уже тепло стало в микрорайоне зонального института. Так, я прошу прощения, давайте вот мы более как бы просто объясним это все. Для того, чтобы в микрорайоне Южный было тепло, нужно было жителям улицы Некрасова, то есть через Некрасово теплоноситель был очень высокой температурой, чтобы до туда он добрался еще не совсем остыкшим. Личнее о температуре. Здесь речь идет скорее о перепадах, то есть о разнице в давлении в обратном и подающем трубочке. Как все сложно. Температура различается не сильно, сильно различается давление. И если давление у головных домов, которые ближе к ТЭЦ, завышенное, и его нужно поджимать, уменьшать прямо на доме, либо сейчас это возможно делать с помощью умной автоматики у нас, то дальним районам этих перепадов могло не хватать. Температура нормальная, перепадов не хватает. Сейчас мы налаживаем теплоснабжение в городе. И соответственно батареи не догревались. А, вот оно как, понятно. То есть делали в температуре теплоносителя, понятно. Так, а что такое отпайки, по-моему, вы сказали, да? Да, да. Что это такое, как это выглядит вообще? У нас же есть тепловая сеть, она как дерево. То есть основной ствол – это магистральная теплотрасса. И отпайки, которые отходят к микрорайонам, отходят к ЦТП, отходят к крупным каким-то районам домов. Как веточки. Как веточки, да. То есть и вот мы говорим о том, что от этой магистрали мы поставили регуляторы каждой веточки. Ответвление. Ответвление, да. И теперь мы говорим о том, что мы хотим, чтобы каждая веточка получала одинаковое количество питания. То есть и верхняя, самая дальняя, самая высокая, самая удаленная от корней, а корни – это наши станции. И те близкие веточки, которые у основания находятся, все получают одинаково. И тем самым мы улучшаем режимы. А когда разбалансированная система была о том, что часть веток получали избыточное количество теплового ресурса, а дальние ветки не получали практически ничего. А кому-то не доставалось. Да, не доставалось ничего. Сергей Береснев, в нашей студии Олег Прохоренко. Сделаем перерыв на рекламу и вернемся. Продолжаем говорить про цифровизацию теплосетей. Почему опасны перетопы? Это в первую очередь для жителей плохо, да? То есть им приходится переплачивать? Тут же две вещи. Первая – это жара. В квартирах. А вторая – это отражается в квитанции. Чем больше теплового выпуска, тем больше у вас в квитанции. И это плохо как для жителей, так и, наверное, не очень хорошо для нас, несмотря на то, что да, это деньги казалось. А, вот все думают, да. Нет, смотрите, но я, наверное, тут скажу следующее о том, что Олег говорит только с одной точки зрения, но мы всеми всегда говорим о том, что, конечно, конечная регулировка должна быть на доме. То есть, что дом потреблял ровно столько, сколько ему необходимо. Это, наверное, наши мечты, чтобы управляющие компании когда-то к этому подойдут и будут регулировать. Конечно, мы помогаем установкой этих регуляторов на точках учета, мы помогаем в том числе и отдельным микрорайонам, чтобы они не перебирали больше. Даже если те управляющие компании, которые не работают с жилым фондом, мы их чуть поджимаем на отпайках от магистральной теплосети, для того, чтобы они все-таки не брали больше, чем им необходимо. Не брали больше тепла. А следующий шаг... Это цифровизация каждого дома. То, о чем говорит Сергей Александрович, это как раз, что управляющим компаниям необходимо регулировать в каждом доме тепловой узел. Так вот, тепловые узлы, которые находятся в нашем ведении, так называемые центральные тепловые пункты, они уже большей частью, кроме там нескольких, которые достались нам в последний момент уже перед переходом на концессию, они уже автоматизированы. И вот сейчас была акция Африка в квартире, и как показывает практика, жалобы как раз идут с домов, где тепловые узлы в обслуживании управляющих компаний. СТП, они автоматизированы, имеют погодозависимую автоматику и регулируют температуру теплоносителя в зависимости от погодных узлов. Без участия человека, получается. И это вторая часть нашей программы цифровизации. То есть мы говорим, исключаем недотопы-перетопы, когда установили точки учета. Когда установили точки учета, мы сразу обнаруживаем быстро и оперативно утечки на тепловой сети, на каждой веточке, какие утечки есть, какой расход ушел туда и какой расход идет обратно. И второй момент – это регулировка на ЦТП автоматизированная. Ну, третья часть, наверное, о которой мы еще не говорили, это установка модемов и установка приборов учета в домах. В прошлом году мы также в этой части здорово отличились. Мы поставили приборы учета в 216 домах, мы поставили модемы порядка больше 4000 устройств сбора и передачи данных. В тех домах, даже где стояли приборы учета, мы поставили наши модемы. Для чего? Для того, чтобы... Ну, первая, наверное, первая задача – это организовать диспетчерский контроль параметров, потому что мы с вами несколько, ну, два или три года назад обсуждали эту историю и говорили о том, что мы не видим, какие параметры внутри дома. Мы не знаем, какие параметры внутри дома, пока управляющая компания нам не сообщает. Ориентировались на жалобы. По телефону, да. Сейчас мы в диспетчерской видим параметры внутри большинства домов, там, где стоят приборы учета и там, где есть оборудованные это модемами. Мы считываем с достаточной регулярностью для того, чтобы видеть, как меняются параметры внутри дома. И в следующем году мы уже будем, в 2021 году, при запуске города в отопительный сезон, мы в большей части дома будем видеть самостоятельно. И будем снимать параметры, запустился дом или нет. И какую управляющую компанию потревожить, почему они еще там не запустили дом, мы будем тревожить самостоятельно. Это первый – диспетчерский контроль. И второе – все-таки это мы исключили человеческий фактор, когда управляющая компания сдает показания приборов учета вручную, сдает нерегулярно или сдает с какими-то нарушениями. Мы видим параметры, сколько дом потребил, мы выставляем квитанцию автоматически. Управляющая компания видит это вместе с нами, потому что доступ у нее к этому модему есть. И она может удаленно смотреть те параметры, которые есть на дому. Это лучше и управляющим компаниям, и, наверное, жителям, если найдется хорошая управляющая компания, которая будет регулировать параметры, ну и нам для съема показаний. А я правильно понимаю, что эта история, она в некотором смысле жителей избавляет от всех квиточков с перерасчетом и прочее? То есть здесь не будет такого, что управляющая компания что-то неправильно посчитала, а потом жильцам выставили какие-то дополнительные деньги. Избегаем какого-либо двоякого толкования, какие цифры заявила управляющая компания, мы видим, сколько реально дом потребил. У нас время передачи подходит к концу, но и учитывая, что программа наша выходит практически уже вторая половина апреля, близко к майским праздникам, я думаю, что все-таки мы можем поздравить даже горожан с тем, что мы пережили эту зиму, и я вас поздравляю с тем, что мы ее прошли. Спасибо. Спасибо, и мы тоже хотим поздравить всех горожан с наступающими праздниками. Это праздник весны и труда, и праздник, конечно же, 9 мая. Пожелать всем гражданам, всем организациям, не бояться ставить амбициозные цели, добиваться побед в больших и малых делах на благо нашей Родины. И трудиться. И трудиться. С праздниками, дорогие кировчане. А у вас будет к 9 мая какая-то отдельная история для ваших ветеранов? Обязательно. Каждый год для наших ветеранов мы их чествуем. Будут подарки, будут поздравления. А в прошлом году у нас наша компания Паута Плюс запускала акцию тем ветеранам, которые у нас есть. Мы частично компенсировали плату, квартплату. Ну, это ветеранам всей области. Там была акция. Компенсации компенсировались. Либо электричество, либо теплоснабжение. То, что вы можете. То, что мы можем сделать. То, что мы можем сделать. И равняемся на них всегда. Ну, они же создавали эту систему. Это строили станции, строили тепловые сети. И, конечно, мы с глубоким уважением к ним относимся. Ну, не только к ним, но и ко всем ветеранам, которые позволили нам жить, работать, трудиться, воспитывать наших детей. Отстроили наш город. Да. Сергей Береснев, директор кировского филиала Т-Плюс. И Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировского филиала Т-Плюс, были в нашей студии. Яна Лапшина. Прощаюсь с гостями и прощаюсь с ослушателями. Всем до свидания. До свидания. Хорошего дня. Возрастное ограничение сайта hotwaterkirov.ru 0+. Полезный город.